Она сыграла чуть ли не всех сказочных героинь. Была Белоснежкой, Дюймовочкой, Золушкой и Ассоль. Но для своего творческого вечера выбрала роль трагическую. Завтра Татьяна Прыченкова будет петь травиату Джузеппе Верди. В этом спектакле одна из лучших в мировой опере партия, написанных для сопрано. Какой стала Виолетта в исполнении Татьяны, что от себя привнесла певица в этот образ? С репетицией творческого вечера репортаж Ольги Петровой. Светлое счастье, счастье. Чтобы понять свою героиню до конца, Татьяна Прыченкова перечитала не только роман Дюма сына «Дама с камелиями», который лег в основу оперы, но и пересмотрела все фильмы, снятые по нему. Драматическая сторона роли важна для певицы не меньше вокальной. Хотя она выбрала травиату еще и потому, что партия Виолетты позволяет показать всю красоту голоса. Все там можно показать. Все, что есть внутри, чем ты богата, все можно выложить, все зрителю отдать. У художественного руководителя театра свой уже сложившийся взгляд на эту оперу. И Сергей Киев помогал Татьяне искать в партии новые краски. Тем более, что спектакль старый. С разными исполнителями травиата идет на чебоксарской сцене больше 20 лет. У нее Виолетта будет трепетная, у нее Виолетта будет легкая, у нее Виолетта будет романтичная. Именно такая, которую хочется любить и которой хочется сострадать. И коллеги, и зрители говорят, что кроме таланта ценят в Татьяне искренность и готовность помочь. Редкие для актрисы качества. В театре, на самом деле, такое, мне кажется, вообще редко бывает, когда две, как бы два женских голоса часто работают вместе, какой-то создается даже союз, тандем там, так скажем. Вот, наверное, потому что она очень хороший партнер, замечательный партнер, очень отзывчивый, очень, ну, мы чувствуем друг друга, вот, порой без слов. За плечами Татьяны музыкально-педагогический факультет ЧГПУ и Институт культуры. Работа в Чувашской академической капелле и уже десятки ролей на сцене оперного театра. Причем не только в трагедиях, но также в сказках и музыкально-поэтических композициях. Рустем Галич назвал ее одной из лучших исполнительниц роли Тамары и пригласил на гастроли со своим спектаклем «Демон». За 15 лет на сцене Татьяна уже сыграла всех принцесс и голубых героинь и теперь хочет создавать другие, более сложные образы. Травиату, джильду, десдемону, это все мое. По темпераменту, по внутренней наполненности. Ну, а сказки я тоже очень люблю играть. Я вообще для детей очень люблю работать, потому что они такие отзывчивые, это самый замечательный зритель, это дети. Впрочем, 23 марта на Травиату тоже можно прийти с детьми, если им уже исполнилось 12. В центре жизнь куртизанки, но Виолетта получилась у Татьяны Приченковой такой доброй и чистой, а история ее любви такой пронзительной, что эту оперу будет полезно посмотреть и подросткам. Ольга Петрова, Игорь Ульянов, Вести, Чебоксары.